У четырёхлетней дочери, жительницы столицы Джазиры Талайбековой, проблемы со слухом. Два года назад девочки сделали документ, удостоверяющий факт инвалидности. Но получить его женщине удалось тяжело. Длинные очереди и сбор кипы документов. В этом году срок действия данного удостоверения истёк и его перерегистрировали. На этот раз, по словам женщины, процедура была намного облегчена. Оказывается, по всей стране уже облегчили эту систему, оцифровали всё. Я была очень приятно удивлена, честно сказать. Я благодарю всех, кто над этим работал. Это действительно удобно для простых граждан, тем более для тех, у кого инвалидность, ну вы понимаете, уязвимый слой. Я была удивлена, когда мне прислали ссылку с сайта, чтобы я через сайт зарегистрировалась на электронную очередь. Процедура установления факта инвалидности была упрощена за 100 дней благодаря реализации программы «Правительственные акселераторы», запущенной в прошлом году. Таким образом, нет необходимости собирать от госорганов 11 документов, потому что все они были внедрены в систему «Тундук». Теперь ловызы для подтверждения инвалидности достаточно один раз прийти в республиканский центр медико-социальной экспертизы. То есть человек, гражданин или лицо с инвалидностью не ходит по всем государственным органам, по всем инстанциям. Он в первую очередь обращается в свою поликлинику, где врачу, семейному врачу. И если есть показания на инвалидность, то врач заполняет форму 088, это направление в АМСЭК для освидетельствования. В рамках программы «Правительственные акселераторы» также увеличился охват детей дошкольным образованием. Проект был реализован в пилотном режиме на стройках Бишкека. Специальное обучение прошло около тысячи человек. В результате более 250 граждан зарегистрировалось в качестве частных предпринимателей и открыло детские сады домашнего типа, благодаря чему 5000 детей получили доступ к дошкольному образованию. В сфере образования поставлена определенная цель в 2026 году увеличить охват детей дошкольным образованием в два раза. У нас очень низкий процент посещаемости в детские сады, поэтому это одна из основных задач является этой программы. В реализацию и для достижения этих целей был запущен первый челлендж, который как раз таки эту группу возглавляла я. Это как раз таки увеличение охвата детей дошкольным образованием и снятие соответствующих барьеров. Кыргызстан запустил первый этап программы «Правительственные акселераторы» с Совиненными Арабскими Эмиратами год назад. Теперь для старта второго этапа программы, который позволит разработать механизм решения проблемы за 100 дней, в страну прибыла делегация во главе с заместителем министра конкуренции и обмена опытом правительства Арабских Эмиратов Абдулой Насыра Мултой. Вместе с Ахлбеком Джапаровым они приняли участие в заседании Комитета по подготовке реформ в рамках внешнеэкономического сотрудничества со странами-партнерами. Правительственная программа «Ускорение» – это специальный механизм реформ, разработанный правительством Объединенных Арабских Эмиратов. В рамках нее госорганы могут решить проблемы и достичь поставленных целей в течение 100 дней. Глава Кабмина Ахлбек Джапаров отметил, что результаты первого этапа программы были очень хорошими и отметил, что вопросы, которые не решались годами и создавали препятствия в некоторых сферах, были решены положительно за короткий период времени. «Если вы сформулировали проблему, значит вы уже на 50% решили эту проблему. Надо сформулировать эту проблему и потом еще 50% в течение 100 дней решить все эти вопросы. Уважаемые коллеги, сегодня были презентованы вопросы, которые в настоящее время являются актуальными и требуют незамедлительного решения. Учитывая, что сегодня время быстрых решений реформ, проникнувших знаниями и воодушевывавших идеей участников процесса, обязаны на высокопрофессиональном уровне выполнить возложенные на него задачи и оправдать надежды». Были выбраны четыре направления, которые будут реализованы на втором этапе реформы правительственных акселераторов. По каждому направлению будут созданы специальные группы, которые за 100 дней разработают алгоритм решения проблемы. Это следующие направления. Обеспечение базовыми государственными услугами детей посредством 100% охвата наборожденных младенцев по учениям свидетельства о рождении и ПИН. Упрощение процедур оформления документов, связанных с организацией перевозки грузов железнодорожным транспортом. Совершенствование, упрощение процедур для реализации проекта возобновляемых источников энергии. Создание эффективного механизма взаимодействия государственных органов по вопросам продвижения экспорта. На втором этапе программы была создана специальная группа для реализации проектов возобновляемой энергетики. Группа работала в течение двух дней, чтобы выявить проблемы и найти решение. В течение 100 дней будет разработан алгоритм, ускоряющий процесс согласования земельных участков. Кроме того, будут рассмотрены работы по установке солнечных батарей на крышах госучреждений. Можно сказать, основная проблема была в том, что выделение земли инвесторам. Поэтому все эти шаги прописали в этом челлендже. Я думаю, за 100 дней можно ускориться. И если раньше инвесторы бегали от одного года до трех лет именно в получении разрешения земли, я думаю, после того, как эта акселерационная программа запустится, она сократится в четыре раза. И сейчас такие амбициозные, конечно, сроки ставим, что от двух до четырех месяцев инвестор уже полный пакет документов получит для строительства зеленых электростанций. Особое внимание уделяется экспорту отечественной продукции. Так, в рамках программы будет разработан эффективный механизм взаимодействия государственных органов по вопросам продвижения экспорта. В нашей группе мы разработали план действий по поддержке экспортеров через межведомственное взаимодействие, а именно это взаимодействие Кыргизэкспорт, это Центр при Министерстве экономики и коммерции, и Министерство иностранных дел, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерство транспорта и коммуникации. Соответственно, мы сейчас планируем улучшить обслуживание именно экспортеров в части аналитики. Глава Кабмина Ахлбек Джапаров отметил, что все направления, выбранные для второго этапа правительственных акселераторов, являются актуальными и неотложными вопросами. Он пожелал успехов участникам проекта и поручил им провести успешные реформы в своей сфере. Здесь очень важна синергия между всеми командами. Лидеры, руководители государственных органов, спонсоры, заместители руководителей, акселераторы, члены рабочих групп, а также тренеры, включая сотрудников администрации президента Кыргизской республики. В этой связи призывают нестись к своим челленджам с особой ответственностью и предложить максимальные усилия, чтобы они были успешно реализованы. Руководители государственных органов, призывая обеспечить предельно комфортные условия сотрудникам, вовлеченных в программу правительственной акселераторы, а также организационной и материально-технической базой, включая площадки для размещения рабочих групп. 25 государственных и муниципальных служащих страны были отобраны для участия в программе «Молодые лидеры Кыргызстана-2024». Им было проведено два онлайн-урока. Помимо этого, специалисты из Объединенных Арабских Эмиратов провели тренинг по политике, стратегической эффективности и менеджменту. В рамках программы, реализуемой при сотрудничестве Кыргызстана и ООЭ, молодые специалисты из нашей страны в ближайшее время пройдут заключительную подготовку в Абу-Даби. Они ознакомятся с системой государственного управления новыми технологиями. Затем специалисты будут использовать полученные знания для развития Кыргызстана.